здравствуйте дорогие друзья в этом видео я хочу проработать с вами тему очень актуальную очень интересную тему в продажах эта тема продающей презентации когда вы рассказываете о своем продукте все это презентация но очень часто менеджеры да и руководители отделов продаж настолько неубедительно рассказывают о своем продукте что клиент отпадает всякое желание это покупать и менеджеры особенно неопытные часто что делают они идут к начальнику и говорят вы знаете продукта наш не продается цена не та условия не те сроки не те и так далее были такие случаи когда мы шли на поводу у менеджеров и мы делали продукт лучше снижали цены устраивали какие-то акции и что вы думаете менялись ли продажи очень часто вообще не менялись потому что не в продукте дело дело в навыках презентации как сделать презентацию продающие интересные как мотивировать клиента на целевое действие мы разберем в этом видео я хочу поделиться с вами конкретными фишками я их выбрал 9 для этого видео на самом деле конечно их больше но даже если вот эти 9 вы внедрите сейчас после просмотра вы значительно усилите вашу презентацию как обычно свои видео я сопровождаю полезными материалами которые вы можете скачать сохранить себе некоторые клиенты создают отдельную папочку куда складывают все материалы которые от меня получают под видео будет ссылка где вы увидите девять фишек продающей презентации на одном листе формате а4 очень удобно скачать и использовать это в своей работе при общении с клиентами и так первая фишка убедительной презентации на мой взгляд а я делюсь исключительно своим опытом и наработками это красная кнопка так называемая что же значит красная кнопка красная кнопка означает что у клиента у каждого клиента с которым вы общаетесь есть наиболее важное значимое наиболее ценное для него вашем конкретном предложении когда вы общаетесь с клиентом вы должны понять а что для этого конкретного клиента является наиболее важным и значимым да другие характеристики тоже важны там более-менее но есть вот прям сердцевина до самое главное если вы хороший продавец если вы научитесь улавливать что для клиента эта красная кнопка вашем продукте вы сможете сделать презентацию действительно продающий то есть ваша презентация должна строиться вокруг красной кнопки вот когда вы общаетесь с клиентом как понять какая конкретно этого клиента красная кнопка самое главное что вы должны делать это слушать клиента слушать и слышать часто здесь возникает ошибка менеджер когда слушает какую-то информацию от клиента и понимать что для менеджера она незначима он делает вывод что клиент на это просто так озвучил и не обращать на это особого внимания и вот в этом кроется большая ошибка если клиент это сказал произнес слух значит для него это имеет значение выписывайте слова выписывайте фразы которые говорит клиент и потом используйте фразы в презентации это безотказный способ построить вашу презентацию вокруг красной кнопки вторая фишка продающей презентации это мы вы неопытные менеджеры часто строят презентацию вокруг себя они приходят клиенту или созваниваются с ним или переписываются в соцсетях неважно и говорят какие мы хорошие мы 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 это называется иногда мычать да то есть говорить все время про нас мы такие замечательные у нас очень хороший продукт он очень востребован у нас история компании очень длинная и так далее самая простая фишка она может быть даже очевидная для некоторых из вас но к сожалению многие менеджеры не знают или не применяют этой фишки все фразы переводите на язык выгоды для клиента не у нас 100 видов наименований какой-то продукции а вы можете получить более 100 видов которые вам могут понадобиться в тот или иной момент ведения бизнеса понимаете мы просто мы убираем ставим вы проверьте вашу презентацию на наличие вот этого и уберите желательно зачеркните это и напишите везде вы это могут быть скрипты могут быть продажи в социальных сетях и так далее третья фишка который хочу поделиться характеристики выгоды эмоции что это означает это означает что продающая презентация должна быть построена по вот такой нарастающей линии сначала вы говорите характеристику какого-то продукта потом добавляете выгоду заканчиваете эмоциями например смотрите как это работает если бы мне нужно было продать например свой какой-то вебинар пусть даже бесплатный да я вот хочу вас пригласить на вебинар одной из характеристик вебинара является продолжительность я могу сказать вам продолжительность вебинара 1 час эта характеристика как из этой характеристики можно сделать выгоду я могу сказать продолжительность вебинара 1 час за этот час мы с вами детально разберем пошаговый план разработки коммерческого предложения. Вы узнаете один, два, три шага, которые помогут вам создать коммерческое предложение. То есть чувствуете, да, как я от характеристики перешел к выгодам. Я говорю о вас, о том, что вы получите. И делюсь какой-то конкретикой. Как же добавить эмоцию? Потому что часто даже у продвинутых менеджеров нет эмоций. У них вот здесь выгоду перечислили и замечательно. Если бы я добавил эмоцию, это бы звучало примерно так. Продолжительность вебинара 60 минут. За эти 60 минут мы с вами детально проработаем пошаговый план разработки коммерческого предложения. Мы разберем первое, второе, третье. И в конце вебинара у вас, возможно, появится желание взять свое коммерческое предложение имеющееся и либо его выбросить вообще, либо кардинально переработать. Потому что у вас будет полное понимание, как писать по-настоящему продающие коммерческие предложения всего за 60 минут. Регистрируйтесь на вебинар, и вы это узнаете. Вот так вот по нарастающей я провел презентацию. И при этом обратите внимание, что я добавил в конце? Я добавил сюда призыв к действию. В презентациях у многих этого не хватает. Либо вместо призыва к действию мы можем здесь использовать вовлечение клиента в разговор, задать какой-то вопрос. Но после эмоций хорошо работает именно призыв к действию. Посмотрите, есть ли у вас это в презентациях, и если этого нет, обязательно подумайте, какие эмоции вы должны вызывать у клиента, и тогда презентация станет продающей. Четвертая фишка презентации. Видите? Если вы увлекаетесь рыбалкой или видели хотя бы рыболовные крючки, есть такие тройники, это означает, что ваша презентация продающая должна затрагивать интересы как минимум трех сторон. Это интересы бизнеса, но мы говорим о продажах B2B, это интересы бизнеса компании, это интересы собственника, ну или ЛПР, с кем вы общаетесь, лица принимающего решения. И это интересы других сотрудников компании. То есть это очень актуально, если вы презентуете первым лицам компании, руководителям, и не забывайте, что помимо выгоды для бизнеса, вы должны еще обозначить какую-то выгоду лично для ЛПР. И я не говорю про какие-то откаты и прочее. Нет, вы просто должны показать, что ЛПР тоже лично что-то получает. Это удобный какой-то функционал именно для руководства, это снятие каких-то рутинных задач и так далее. Ну, в зависимости от того, что вы продаете, да, какие-то гарантии может быть дополнительно. Что получают другие сотрудники компании, как продукт влияет на них, и что получает бизнес в целом. Вот если ваша презентация будет затрагивать эти три крючка техника, тройник, она станет более убедительной и более интересной для клиента. И все это будет учитываться при принятии решения. Поэтому, когда готовите продающую презентацию, проверьте, какие крючки вы затрагиваете. Кстати, если будут какие-то вопросы по этому пункту или по всем другим, пишите в комментариях, с удовольствием подключитесь к обсуждению и дам обратную связь. Пятая фишка продающей презентации – это босс. Больше обратной связи. Больше обратной связи от клиента. Очень часто я вижу, когда менеджер презентует, особенно это очень неприятно смотрится по телефону, когда менеджер просто монолог ведет, пытаясь рассказать о продукте все. А все не нужно рассказывать. Мы-то помним с вами, что рассказывать, во-первых, нужно вокруг красной кнопки для клиента, то есть самое важное для него – это раз. А во-вторых, когда мы рассказываем все, мы клиента загружаем, и он не воспринимает эту информацию. Задавайте больше вовлекающих вопросов. К примеру, я презентую тот же самый вебинар, и я говорю, что вы узнаете пошаговый план составления коммерческого предложения. Вы, кстати, Иванович, коммерческие предложения используете? Ну, то есть я задаю вовлекающий вопрос. Клиент вовлекается в разговор, и после этого я перехожу к следующей части презентации, потом опять запрашиваю обратную связь. Проверьте, пожалуйста, вашу презентацию, вспомните, как часто вы запрашиваете обратную связь. К сожалению, по моему опыту, бывает такое, что менеджер вообще не запрашивает обратной связи, он просто презентует и в конце говорит, ну, как вам в лучшем случае, да, как вам? И клиент говорит, ну, не знаю, надо думать. И на этом презентация заканчивается. Промежуточные у вас должны быть запросы обратной связи, тогда презентация станет продающей. Давайте посмотрим на шестую фишку. Это social proof, так называемый, кто занимается маркетингом, те, скорее всего, знакомы с этим понятием. Это социальное доказательство. Чтобы усилить презентацию, покажите клиенту, что вашим продуктом уже пользуется. Если у вас есть какие-то рейтинги, если о вас пишут, если какие-то эксперты решили, что ваш продукт лучше в определенной номинации, обязательно ссылайтесь на это. У нас ведь как устроено? Клиенты, когда общаются с продавцами, они, ну, не всегда верят продавцам. Если продавец скажет, Иван Иванович, у нас продукт вообще лучший на рынке, да? Ну, как клиент отнесется к этим словам? Он скажет, ну, конечно, да, он, естественно, будет хвалить свой продукт. А если менеджер скажет, Иван Иванович, на рынке продуктов много, и я сам слежу за рейтингами, кстати, наш продукт был признан таким-то рейтингом одним из лучших или лучшим продуктом. Как видите, я одну и ту же мысль, что наш продукт лучший просто сказал разными словами. Одно дело я сказал от себя это, другое дело я сослался на какие-то доказательства, которые есть. Поэтому обязательно проверьте, какие социальные доказательства вы используете. Это могут быть какие-то ссылки на обзоры, статьи, мнения экспертов, рейтинги различные. И обязательно прокачайте вашу презентацию вот этой фишкой. Седьмая фишка продающей презентации, то, что она должна у вас понижать страхи клиента. О страхах говорить не принято. И клиенты очень часто вам эти страхи не озвучивают, в большинстве случаев. Они о них не говорят, но это не значит, что они об этом не думают. Про снижение страхов презентации у меня есть отдельное видео, и если вам интересно, я его опубликую на канале, напишите в комментариях. Но в чем здесь смысл основной, который нужно понять? Выпишите на отдельном листочке, чего боятся ваши клиенты. Подумайте, что их останавливает, чего они боятся. И в презентации развейте эти страхи. Простой пример вам приведу. В одной туристической компании, с которой мы выстраивали продажи, там набиралась группа на кругосветное путешествие. И когда мы анализировали успешные сделки и неуспешные, мы увидели интересную вещь. Некоторые клиенты отказывались от покупки тура кругосветного, достаточно дорогого, потому что они думали, что в группе будет в основном молодежь, а с молодежью тяжело, как-то я постарше, мне нужно поспокойнее. И они думали, что они впишутся в группу. Это выяснилось уже потом, после прослушивания звонково-контрольного обзвона. А менеджер изначально потерял этого клиента, потому что он не преодолел вот этот страх. У клиента был страх, было сомнение, что он не впишется в группу. Менеджер это упустил, в презентации это не развеялось, что у нас группы разные, что участники там не привязаны к друг другу абсолютно, они могут сами планировать свой день и так далее. То есть этот страх не был развеян, и компания потеряла десятки тысяч долларов на таких клиентов. То есть на этапе подготовки презентации подумайте, какие страхи у клиента есть и как их можно развеять в презентации. Фишка номер восемь, которая мне очень нравится, я ее вот так вот изобразил визуально, но фишкой называется презентуйте визуально, используйте обязательно, ну, либо продающую презентацию, грамотно ее составьте в виде схем, либо сделайте какую-то заготовку перед встречей с клиентом, какую-то схему нарисуйте, либо просто рисуйте во время встречи. На эту тему мне, кстати, понравилась одна книга, я ее недавно прочитал. Если вы подписаны на мой инстаграм, вы видели, сколько книг я недавно заказал. И одна из книг, это вот называется «Рисуй, чтобы победить». Тут есть целая глава про продажи с помощью рисунков, так скажем, ну, достаточно интересно. Вспомните сейчас, вы вообще рисуете как-то, как вы клиенту визуально мысль передаете. Бывает такое, что клиенту высылается просто коммерческое ворде, составленное, да, и с разным шрифтом, без схем, без рисунков, без иконок. То есть, ну, вообще ничего не наглядно. И на встрече приносится такое же предложение. И девятая фишка на сегодня, которая сделает вашу презентацию по-настоящему продающей. Используйте простой и легкий шаг в конце презентации. Поделите ваш процесс покупки на несколько простых шагов. Ведь часто мы продаем глобальное сотрудничество, а нужно продавать более простой и легкий шаг. Я об этом регулярно рассказываю в разных видео на своем YouTube-канале. Я думаю, вы уже с этим знакомы и, надеюсь, применяете. Но если не применяете, то обязательно сделайте это, попробуйте. То есть, у меня иногда под видео, под моими реальными звонками, коллеги пишут, ну, конечно, ты такое предлагаешь клиенту, такую бесплатность интересную и вкусную, да, что глупо отказываться. Но в этом и фишка продаж. То есть, я предлагаю то, от чего глупо клиенту отказываться. И у вас есть то, что вы можете предложить клиенту. Это может быть, а давайте просто посчитаем, чтобы сравнить. А давайте примерный макет с вами сделаем, схематично как-то, да. А давайте сейчас я вам вышлю какие-то полезные материалы и так далее. То есть, вы можете добиться прогресса, то есть, продвижения вперед к сделке с помощью простого и легкого шага в конце презентации. Даже если вы уже хотите заключить договор, вы можете сказать, Иван Иванович, давайте сейчас ваши реквизиты возьмем, подготовим проект договора, мы его с вами согласуем. То есть, это опять же менее стрессовый шаг. Вы можете сказать, ну, если что-то не устроит, можно всегда какие-то условия пересмотреть. Давайте начнем сейчас. И при таком подходе вероятность закрытия сделки и успеха вашей презентации, она возрастает кратно. Сейчас я часто работаю с клиентами в рамках программы ППМ, продажи на полную мощность. То есть, мы выстраиваем отделы продаж, и мы абсолютно по-другому подходим, в том числе к холодным звонкам. Как обычно делают звонки? Звонят и предлагают какое-то сотрудничество. Мы делаем сейчас по-другому. Мы разработали линейку лид-магнитов, так называемых. То есть, это что-то бесплатное, полезное, ценное для клиента. И в холодных звонках это очень круто срабатывает. То есть, вы звоните с целью клиенту отправить этот лид-магнит в какую-то полезную подборку материалов, какую-то схему, какие-то интересные идеи для его бизнеса с вашими продуктами и так далее. Тут вариантов может быть много. И под этим предлогом вы клиента квалифицируете и выстраиваете с ним дальнейшие продажи. Как видите, эта фишка работает как в презентации, в самой, в непосредственном процессе коммуникации, так она работает и в целом в системе продаж. Я вам рекомендую ваш процесс продажи, да, большой, разбить на вот такие вот маленькие шаги и каждый раз при коммуникации с клиентом продавать простой и легкий шаг, который в итоге приблизит вас к сделке. Уважаемые друзья, напишите вашу обратную связь, как вам это видео, какие фишки вы возьмете, какие попробуете. Ставьте лайк, если материал полезен и пишите обязательно комментарий. Как только набираем нужное количество лайков, я открываю доступ к следующему видео по продажам. Продавайте красиво и легко и выводите продажи на полную мощность. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok